Здравствуйте дорогие зрители! Так как сезон ароматных персиков, сегодня я решила приготовить персиковый конфитёр и с вами поделиться этим рецептом. Какие ингредиенты нам понадобятся для сегодняшнего рецепта? Персики, сахар и лимон. Из этих персиков один красивый я выберу и оставлю в сторону. Он нам понадобится чуть позже. Остальные нужно порезать, удалить косточку и порезать на кубики. Кожицу я не удаляю. Вот таким образом порежу все остальные персики. Я забыла сказать, что я персики заранее хорошо промыла. Для того, чтобы конфитюр получился вкусный и ароматный, советую взять для этого самые вкусные, сочные и ароматные персики. Как я уже сказала, один персик я оставлю. Он нам понадобится чуть позже. Я взяла сахар по пропорции 1 килограмм персиков и 300 грамм сахара. Я добавила весь сахар. Вот так перемешаю. Теперь персиком добавлю лимонный сок. Это делается для того, чтобы персики не потемнели. Добавлю сок лимона. Хорошенько перемешиваю. Смотрите, персики уже выпустили немножко сока. В таком виде можно оставить около часа. Потом только поставлю на плиту. Посмотрите, сколько много сока выпустили персики. Потому что они у меня были очень сочные. Теперь я это поставлю на плиту. Как только закипит, убавлю огонь. И буду варить до тех пор, пока не размягчатся кусочки персиков. Я сначала поставлю на большой огонь. Как только закипит, убавлю огонь и буду варить на медленном огне. Если вы купили несочные персики и они выпустили мало сока, то можете добавить немножко воды. Приблизительно на 1 килограмм персиков можно добавить от 100 до 150 миллилитров холодной воды. Сюда я еще добавлю кожицу лимона. Я добавлю половину лимона. Кожица лимона очень ароматная и даст прекрасный вкус конфитюру. Конфитюр уже варится около 30 минут. Очень много сока выпустили персики. Здесь сок персиков и сок лимона. Я воду не добавила. Варила до такого очень мягкого состояния. Нужно снять с огня и пробить блендером. Я хочу вам показать состояние. Вот смотрите. Они уже вот такие очень мягкие-мягкие кусочки. Вот до такого состояния нужно варить конфитюр. Это нужно пробить блендером. Кстати, лимонную кожуру можете оставить, можете снять. Кожуру тоже можете вместе с персиками пробить блендером. Пробью до однородного состояния. У меня получилась вот такая масса. Если хотите более однородную текстуру, то можете еще раз пропустить через сито. Но я этого делать не буду. Теперь кастрюлю поставлю в сторону. И очищу персик. Сниму косточку и кожуру. Теперь персик порежу на кусочки. На маленькие кубики. Вот приблизительно вот такие кубики. На этом этапе вы можете пюре проверить на сахар. Если не хватит, можете добавить. Я сахар добавила столько, сколько указано в рецепте. Теперь добавлю кусочки персика. Перемешаю хорошо. И поставлю на плиту. Теперь доведу до кипения. Убавлю огонь. И буду уваривать до нужной консистенции. На это понадобится приблизительно 10-15 минут. Не отходите от кастрюли. Периодически перемешивайте, чтобы дно не подгорело. Масса на медленном огне уже начала кипеть. Заметны вот такие маленькие бульки. На таком огне оставлю и уварю до такого состояния, чтобы вот эти кусочки размягчились. Не совсем в кашу, но чтобы они были видны. На медленном огне, постоянно помешивая, я уварила конфитюр около 37 минут. И он у меня хорошо загустел. Кусочки персика видны, они не разварились. Чтобы проверить готовность конфитюра, я взяла одну ложку в сторону. Как вы видите, конфитюр в ложке очень хорошо загустел. Так что конфитюр готов. В банках конфитюр остынет и загустеет. Больше, чем сейчас. Я заранее подготовила баночки. Они у меня стерилизованные. Вот столько конфитюра у меня получилось. Это около 1,1 кг. Хочу вам показать густоту конфитюра. Вот такой густоты он получился. Конфитюр настоится и еще больше загустеет. Оставлю на столе, дам полностью остыть. Накрою крышечки и поставлю в кладовую. Попробуйте приготовить этот персиковый конфитюр. Он очень вкусный, с легкой лимонной ноткой. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok